Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас сами, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что все зависит от вас. Вы можете контролировать свою жизнь. Вы можете создавать свою жизнь. Ведь от того, какие мысли у вас сегодня, какие чувства и действия сегодня, зависит то, что будет происходить с вами завтра. Поэтому, что вы излучаете, то вы и получаете. И изменяя свои мысли, изменяя свое отношение к людям и ситуациям, вы, соответственно, меняете отношение ситуации и людей к вам. Только так и никак иначе. Это закон Вселенной, это не закон страны, города, республики, провинции, муниципалитета. Это вселенский закон, который действует вне зависимости от того, верите вы в это или нет. А вот доказать себе и попробовать это может привести к улучшению жизни и достижению всего, чего вы только можете пожелать. Ну и в связи с этим сегодня как раз, как никогда подходящая тема, что же изменить в себе. Что было бы здорово изменить внутри себя, как и мысли, чувства, действия. Все, что нам сегодня Таро с Новгаи посоветует. Поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Давайте же мы посмотрим. Как всегда, я выкладываю три карты, три вещи, три события, три ситуации. Что же было бы здорово изменить в себе? Поехали! Ну, первое, что я могу сказать, изменить ваше отношение к вашим желаниям. Это самое первое, что я вижу. Если вы чего-то хотите, и если мы всегда чего-то хотим, но есть определенные желания, которые более важные, более сильные, к которым мы, можно сказать, привязываемся. И первое, что я хочу сказать из того, что я вижу здесь, надо научиться хотеть нехотя. Это не значит, что надо полностью отпустить желание и забыть о нем. Да, я знаю специалистов, эзотериков, торологов, коучей по саморазвитию, которые говорят, что желание надо загадать и о нем забыть. Я придерживаюсь немножечко другого мнения. Желать надо, хотеть надо, повторять желание надо. Что не надо завышать важность. Это по Зеланду я, действительно, все мое творчество и мои знания, они именно по Зеланду. Я, когда начинала, я читала и других авторов, но именно Зеланд ближе всего ко мне. И что это, о чем это говорит? Первое, это когда вы чего-то очень сильно желаете, вы держитесь за это желание и не даете энергии Вселенной работать над этим желанием, потому что вы каждый день ждете. Заметьте, когда происходит что-то, чего мы очень хотим, очень часто оно происходит по-любому неожиданно. Вот как только мы меняем свое внимание, как только мы отпускаем и не держимся за ожидание, происходит то, о чем мы думали. Поэтому, что да, можно сделать? Периодически представлять, что цель достигнута и желание уже исполнено. Испытывать вот эти чувства, испытывать вот эти эмоции, которые будут, когда уже птица счастья в ваших руках. Но ни в коем случае не напрягаться, ни в коем случае не судорожно ждать. И еще это карта, знаете, это не карта. Всегда, когда вы загадываете желание, можно сказать себе, получится хорошо, не получится еще лучше. Так вот, измените свое отношение к, особенно тому, чего вы очень хотите, чего вы очень желаете. Будьте более спокойны в отношении жизни. Старайтесь именно спокойно реагировать на жизнь, а не порывисто. Вот это то, что было бы здорово изменить в себе. Как всегда, когда я вижу что-то, я объясняю все, что я вижу. Давайте посмотрим, что же еще изменить в себе. Знаете, вот эта карта говорит о том, что есть выход из ситуаций, которые вас волнуют, и как минимум два. И тут, что же изменить в себе. Когда вы находитесь в ситуации выбора или поиска выхода, первая карта помогает. И это говорит о том, что при поиске выхода и при поиске и при выборе всегда выбирайте, вот можно сказать, светлой стороной своей души. Тут карта даже сама показывает, что происходит с человеком, когда он стоит перед выбором или когда ищет выход. Если тут идет момент концентрации, когда у вас происходит ситуация, в которой надо сделать выбор или найти выход, очень часто вы погружаетесь в негативный аспект происходящей ситуации. И это нормально, ведь когда происходит что-то, что нам не очень нравится, конечно же, почему-то так срабатывает наше подсознание, что упор идет на негативный аспект. И вот тут надо сделать усилие над собой и заставить, да, вот тут надо заставить себя именно поменять концентрацию на позитивные аспекты. Это значит найти в ситуации, что произошло, что вас волнует что-то позитивное, и именно сконцентрироваться на этом и повторять вот это позитивное высказывание и повторять его довольно долго. Долго, ну, для каждого это свое время. Иногда бывает один день и достаточно, и ты уже видишь, что ты нашел выход, ты нашел, ты сделал свой выбор и путь открыт. Иногда это может взять чуть-чуть больше времени. Поэтому надо изменить свою концентрацию для того, чтобы жизнь улучшилась и для того, чтобы ваш выбор и то, что будет происходить с вами, было в позитивном ключе. Ну и, как всегда, еще одна карта, что же изменить в себе. И вы знаете, я вот видела перед собой вот эту королеву огня, и она вышла. Это говорит о том, что часто я выкладываю карты, которые я вижу не в колоде, а просто перед собой. Ну что, по этой карте убрать инертность. Потому что, потому что я вижу здесь, это инертность и порывистость. Первые две карты. А эта карта говорит о том, что надо убрать инертность и убрать прокрастинацию, убрать отдаление действий. Я знаю, что многие люди начинают мечтать, начинают думать, и все это у них остается на стадии мыслей. Но все-таки, даже для того, чтобы что-то произошло чудесным образом, надо, по крайней мере, что-то сделать. Пройти практику, например, сделать медитацию, а в некоторых случаях действительно предпринять какие-то действия, и действия уверенные. Эта карта говорит, что в себе надо поменять отношение к ситуации, к ситуациям, к людям, и быть уверенным в себе, быть уверенным в своих действиях, убрать неуверенность, сменить неуверенность на уверенность. И, конечно, включить свою внутреннюю яркость. Ведь каждый из вас – это индивидуальность, каждый из вас – это уникальность. И когда вы принимаете себя таким, как вы есть, такой, как вы есть, начинает сверкать действительно ваша уникальность и индивидуальность, и она притягивает к вам все самое лучшее. Помните, что вы достойны всего самого лучшего. И измените вот свое состояние, осознание, что, скорее всего, это мне недоступно по той-то, той-то причине. Поверьте, все доступно. Поверьте, все возможно при правильном отношении к этому и при правильном принятии этого. Поэтому смените неуверенность на уверенность. Смените поступки, которых от вас ожидают, на ваши уникальные. Вы имеете право поступать так, как вы чувствуете, вне зависимости от того, что говорят другие люди. И никогда не берите за основу слово «нет». Всегда помните, если вы этого хотите, значит это «да».